Яичница по-грузински, пряная, сочная, красочная и очень вкусная, ее готовят примерно 15-20 минут до того состояния, когда белки и куриных яиц в соусе становятся плотными, а желтки остаются жидкими. При приготовлении грузинской яичницы грецкие орехи, томатная паста и острый перец, мелкие, обязательные ингредиенты. Без них вкус блюда будет совсем не тот. По желанию можете добавить пару щепоток молотого кориандра. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте указанные ингредиенты. Репчатый лук и чесночные зубчики очистите от шелухи, промойте вместе с помидорами, из томатов вырежьте зеленые сердцевинки, Нарежьте лук и томаты мелкими кубиками, чеснок измельчите или спрессуйте в сковороду. Туда же добавьте луковую нарезку, растительное масло, измельчите в руках ядра грецких орехов, обжарьте примерно 3 минуты. Выложите томатную пасту, нарезку помидоров и влейте воду, всыпьте соль, молотый красный и черный перец, потушите содержимое емкости примерно 3-5 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. Затем сделайте в соусе углубления и вбейте в них по куриному яйцу, можно заменить куриные яйца перепелиными. Промойте и измельчите свежую зелень, присыпьте ей все содержимое емкости. Убавьте нагрев и томите блюдо примерно 10 минут, пока белки и не станут плотными, но не накрывайте емкость крышкой, иначе станут плотными и желтки. Подайте чербу или к столу горячей прямо в сковороде с несладкой выпечкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Яйца куриные, 3 штуки. Лук репчатый, 1 штука. Помидоры, 2-3 штук. Чеснок, 2-3 зубчиков. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соль, 3 щепотки. Кинза или петрушка, 3-4 штук. Стебля. Лук зеленый, 3-4 штук. Стебля. Орехи грецкие, 60 грамм. Перец красный горький, 1 щепотка. Перец черный молотый, 2 щепотки. Томатная паста, 1,5 столовые ложки. Вода, 100 миллилитров. Количество порций, 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которые поможет вам вкусно готовить. Приятного аппетита, приходите еще.